Я сам был сторонником автокефалии на базе УПЦМП, будучи прихожанином Московского Патриархата, хотя я лично выступаю за его распуск и замену на Конфедерацию Независимых Приходов. Этот процесс стал неизбежен в 2014 году, а еще в 2008 году Вселенский Патриарх Варфоломей говорил о том, что конфликт между Московским Патриархатом и непризнанными церквами на Украине это внутреннее дело Московского Патриархата. Но после аннексии Крыма, после того, как Кремль фактически развязал войну на Донбассе, вопрос автокефалии стал лишь делом времени. Было понятно, что политическое решение по этому вопросу неизбежно. И надо сказать, что еще то, что его дало затянуть на 4,5 года, это большое счастье и удача Московского Патриархата. Белосковное создание независимой украинской церкви это кардинальное политическое поражение предстоятеля РПЦМП Патриарха Кирилла Гундяева. И поскольку он считался выдающимся церковным дипломатом, который в состоянии лечить подобные раны, решать такие конфликты, и выяснил, что это не так. Особенно неудачным был визит Патриарха Кирилла в Константинополь, в Стамбул, 31 августа нынешнего года, когда он посетил Патриарховую Фламею в компании своего ближайшего соратника митрополита Волоколамского Иллариона с целью уговорить Вселенского Патриарха не предоставлять автокефалию украинской церкви. Но система после этой встречи двух патриархов, а встреча проходила еще при участии нескольких членов Синода Вселенского Патриархата, поскольку патриарх Рфоломей очень справедливо все рассудил. Если у этой встречи не будет свидетелей, то тогда московский патриархат может переврать все, что угодно относительно ее содержания. Патриарх Кирилл отказался разглашать подробности этой встречи, зато это не отказался сделать патриарх Рфоломей. Константинопольский патриархат обнародовал избранные места из переговоров с друзьями, из которых вытекает, что патриарх Кирилл прибегал в основном к светским аргументам, а не церковным, для того, чтобы убедить своего старшего по чину первого среди равных в православном мире коллегу не предоставлять украинской церкви автокефалию. В частности, он говорил о том, что украинские власти, которые лабируют автокефалию, непопулярны, они скоро падут, и Украина снова вернется в дружеские объятия России. Ясно, что это полный блеф. Я не исключаю, что президенту Петру Порошенко не удастся переизбраться на второй срок. Но аннексия Крыма, инициированный Кремлем, инициированный Кремлем, война на Донбассе и все прочее, наоборот, привели к антироссийскому сплочению Украины. Если до весны 2014 года Украин было фактически две, из которых одна Украина голосовала всегда за одного кандидата в президенты, а другая за другого. Понятно, что официально это отрицалось, но так оно и было. При этом, кроме Крыма, ни один регион Украины не стремился перейти под юрисдикцию России. Крымчане, пожалуй, да, стремились. Хотя к этому совершенно не стремились крымские элиты, которые просто разбежались в момент начала аннексии в конце февраля 2014 года. И парламент полковника Игоря Гиркина-Стрелкова по его свидетельству удалось собрать лишь под долами автоматов, и премьер-министр Анатолий Могилев исчез. Да, в общем, так сказать, элитам это совершенно не нравилось. Но большинство крымчан, да, были за, я согласен, независимо от достоверности или недостоверности результатов референдума. Остальные регионы нет, они скорее боролись за войс в Киеве. Но после российской агрессии Украина сплотилась. И в мае 2014 года Петр Порошенко стал первым за всю постсоветскую историю Украины президентом, который получил большинство во всех, без исключения, регионах. Разное большинство, абсолютное большинство в центре и на западе, относительно весьма большинство на востоке, но большинство. Это, конечно, не гарантирует ему успеха в 2019 году, как не гарантирует ему успеха, не гарантирует ему этого и автокефалия Украинской Церкви, поскольку все равно это не затмевает невиданного размаха коррупции при президенте Порошенко, сравнимого со временами Януковича или даже превосходящими масштаб тех времен. Это не отменяет того, что де-факто Петр Порошенко навязал Украине невыполнимые Минские соглашения под давлением Владимира Путина или даже в сговоре с ним. Это не отменяет бизнес-интересов президента Украины, который обещал избавиться от всех своих активов через банк Ротшильда и не избавился, и так далее, и так далее. Но для Украины, безусловно, это явление положительное. А чем же оно вернется для Русской Православной Церкви Московского Патриархата? Не менее интересно. Возможно, подходит к концу целая эпоха. Я, кстати, не исключаю, что, несмотря на воинственную риторику, очередной виток воинственной риторики Москвы, кстати, риторики довольно сдержанно воинственной, Владимир Путин где-то даже в душе рад, что украинская церковь отваливается. Потому что Владимир Путин, во-первых, взял курс твердый на самоизоляцию России, он транслирует собственное личное одиночество, веренное его попечению стране. И поскольку, как мы знаем от Вячеслава Володина, Путин равен России, то если Путин одинок, то одинокой должна быть и Россия. Кроме того, Путин не любит институции, которые мы не полностью подконтрольны в России. А именно украинское крыло Русской Православной Церкви и создавало определенную независимость РПЦ от Путина, даже в ситуации, когда московский патриархат просто стелился перед ногами великого диктатора. Наконец, патриарх Кирилл никогда не был для Путина своим. Все-таки он человек из прежней эпохи. Это ученик владыки Никодима Ротова, человек, который возвысился еще в 80-е годы, а уже с начала 90-х играл ключевой роли, был де-факто вторым лицом РПЦМП при патриархе Алексии II. Это не путинский человек, он другой закваски, другого замеса. И в этом смысле его безудержное лесть и готовность подчиняться Кремлю не снимает психологических барьеров между патриархом и президентом. А есть иерархи, гораздо более близкие к Владимиру Путину, сделавшие в последние годы драматически быструю церковную карьеру. Например, митрополит Псковский Тихон Шевкунов, который считался прежде духовником Владимира Путина, но у Путина не может быть духовника, поскольку он слишком скрытный и мнительный. А наличие духовника предполагает, что кому-то нужно раскрыть душу полностью, на что, мне кажется, Владимир Владимирович способен, мягко говоря, не вполне. Тем не менее, Тихон Шевкунов — это человек уже путинской эпохи, путинского призыва. И это человек, который готов к отказу от прежних традиций РПЦМП и к тому, чтобы выстраивать РПЦМП в условиях изоляции. Правая рука патриарха. Патриарх Кирилл, собственно, наследник митрополита Никодима, ротовый идеологический наследник, ключевой фигурой РПЦМП в 60-е и 70-е годы. Митрополит Никодим последовательно вступал за экуменизм, за сближение с Ватиканом, служил даже в Красной Мантии неоднократно, что выглядит достаточно сомнительно с точки зрения ортодоксального канонического обряда. И умер в 1178 году на приеме у папы римского Иоанна Павла I, относительно чего существует много конспирологических версий, но сейчас у нас нет времени их затрагивать. И желания, впрочем, тоже. И не случайно 18 сентября нынешнего года, вскоре после неудачного визита патриарха Кирилла и митрополита Лариона в Константинополь, вскоре после того, как синоксис, то есть собор Вселенского Патриархата, состоявшийся в начале сентября, провозгласил официальный курс на автокефалию украинской церкви, митрополит Ларион посетил сакральное место Фатима в Португалии, то самое, где Богородица дала свои знаменитые пророчества, фатимские пророчества о России. Они ведь в основном посвящены России, тому, что именно от России будет зависеть мир, во всем мире. И когда, как ни сегодня актуальны эти пророчества. И поэтому мы можем исходить из того, что эпоха Кирилла Гундяева подходит к концу, и, может быть, скоро мы увидим патриарха Тихона II, ибо Тихоном I был Тихон Белавин, первый патриарх после прекращения синодального периода русской православной церкви, избранный во время русской революции и ставший трагической жертвой большевистского режима. Вот такие последствия всего этого для РПЦ-МП и Вселенского православия в целом. А теперь... Вот сейчас попы, они вынуждены будут гораздо глубже вандить свои клыки в бюджетное горло и поискать те артерии, из которых они еще не сосали. Что произошло? Понятно, что Томас будет, и отделение Украины от РПЦ состоится. Теперь это уже ясно абсолютно. И подтверждено тем человеком, от которого это, по сути дела, и зависит. И Украина, и украинская церковь получают независимость от Гундяева и его компании. У РПЦ по этому поводу вполне понятна истерика. Почему? Потому что у РПЦ есть две статьи дохода. Две. Это Украина и бюджет Российской Федерации. Российские приходы сами по себе, они либо безнадежны, убыточны, либо частично еле выходят в какие-то ноли. А как бизнес-проект эта вся история давно провалилась. И давно существует только на украинские средства. Монастыри, ну, кроме там Загорска, тоже провальный бизнес-проект, в котором исчезают, как в черных дырах, гигантские суммы. Церковь содержать себя не может, тем более не сможет так шоковать. А шоковать она уже привыкла, потому что километры дымарски, километры парчи, севрюга, которой надо кидаться в морду друг друга. Так может, поэтому они в минусе живут непосредственно? Ну, понимаешь ли, там священный сан требует затрат, требуются действительно все эти брюлики бесконечные, требуются панаги, кресты, облачения, дорогие бренди, эксклюзивные коньяки. Потом очень много денег, конечно, уходит на смазливых и обученных ремеслу ночного кокелейника, как следует от апеллированных аподьяконов, которые митрополиты продают друг другу. А украинские приходы по-другому живут? Нет, они живут примерно так же, но там есть большое количество в общем так называемого благочестивого населения, и там существует другая система выжимки средств. И это все всегда шло в России. Так вот мы говорили про стиль жизни духовенства, это дорогое удовольствие. И вот сейчас раздались первые, скажем так, тревожные писки. Мы все были свидетелями того, как Гуня, торжественно выступая, вдруг провозгласил идентичность князя Владимира и Владимира Владимировича Путина. Учитывая, что князь Владимир был насильником, организатором массовых убийств, изнасилований, в общем, комплимент сомнительный, мягко говоря, Владимир Владимирович, насколько я помню, в этом замечен не был. Но это не просто какое-то вот на их языке крещендо-холуйство, это нечто большее, это гораздо более драматичное. Подозреваю, что после этой реплики Гуня вообще должен был бы принести в зубах Путину тапочки. Но, скорее всего, ему помешало это сделать ФСБ, ФСО, потому что неизвестно еще, что за тапочки он может принести. И вот чуткий Гуня, он понимает, что как только Украина с ее деньгами отвалится, то для него один только будет выход, это сколотить из митрополитов ансамбль, и на нашествие их не пустят. Почему? Они с Минобороны сотрудничают. Они сотрудничают с Минобороны, но я боюсь, они будут признаны недостаточно креативными. Поэтому, в общем-то, все переходы метро для них открыты. Вообще, я должен отметить печальный факт, что странно и неприятно выглядит примазывание России к чисто украинскому празднику, так называемому Крещению Руси. Вы пошли по стопам Порошенко, я вижу. Порошенко. Так нет, но на самом деле, как выясняется, это государственный праздник Украины. Потому что Крещение Руси на самом деле, в переводе с языка того века на сегодняшний реалий, это Крещение Украины. Никакой Руси или России в помине не было. Никакого отношения к этой дате Россия в сегодняшнем состоянии вообще не имеет. И это примазывание выглядит очень несолидно. А можно я вам солидную цитату приведу? Наши предки проявили мудрость и великое предвидение, открыв эпоху, которой мы все принадлежим и поныне. Изящно выразился наш президент по случаю Крещения Руси. Наши предки, великие, предвидели, что Россия будет вот там. Мне кажется, он на это намекает. Вон там вы что имели в виду? Вот там вот, не в Киеве, а чуть дальше. Да, да. Чуть на север. Но вообще тогда удивительно, почему все остальные украинские праздники, например, День независимости Украины, также торжественно не отмечаются в Кремле. Но вот по логике это надо делать. Если один большой украинский праздник, то и другой. Спасибо, за то, что смотрите видео на канале. Ставьте лайк, если видео понравилось. Или дизлайк, если не понравилось. Пишите комментарии. Подпишитесь на наш канал. Всего вам доброго. До свидания.